Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня снова необычное видео. Как вы заметили на моем канале в последнее время, много необычных видео. Сегодня совместное видео вместе с Наташей, бьюти-блогером. Мы вместе с ней сегодня будем снимать видео о том, что же делать, если пропала вся косметика. И наши первые 10 замен, которые мы приобрели бы, если бы такое случилось, и вся косметика пропала. Что я могу сказать о Наташе? Это очень красивая девочка, она брюнетка, поэтому мы очень разные. Косметика у нас будет точно разная. Она на своем канале снимает влоги, рассказывает про путешествия и, естественно, про красоту, потому что она красавица. Если вам интересно, вы можете пройти к ней по ссылочке и посмотреть, чем она занимается на своем канале. Я оставлю внизу ссылочку на ее видео. Также она поет. Кстати-кстати, что нас объединило. И поет она уж, поверьте, лучше меня. Единственное, что она не выкладывает, к сожалению, это на своем YouTube-канале. Но вы все это можете услышать у нее в ВКонтакте. А сейчас мы начнем, и я расскажу о 10 своих заменах. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, мои девочки-красавицы, как вы помните, совсем недавно я рассказывала о своей коллекции тональных кремов. То есть первое, с чего мы начнем. Потому что базу я использую, в принципе, любой крем. Вряд ли он у меня пропадет. В общем, начну с тонального крема, а точнее BB-крема. Я рассказывала недавно о своей коллекции тональных кремов. И там фаворитом у меня был Maybelline. После этого я приобрела еще три BB-крема, которых могу потом вам рассказать. В общем, но из них, из всех которых я приобрела, самый классный это NYX. То есть он, по моему мнению, он уже лучше всех вообще, даже лучше всей моей коллекции. Правда, мне очень понравилось. Мне нравится, что у них не один тон, да, допустим, или два каких-то. У них действительно можно подобрать. У меня 0,1, светлая кожа моя. Мне очень нравится, как он ложится, как бы средненько, плотненько. Ну вот, да, то есть не сильно плотно, как тональный крем, и не сильно жидко, как многие другие. В общем, достаточно все маскирует. Вот отличный запах, то есть, ну, не знаю, мне все нравится. И что касается вот BB-крема, на сегодняшний день уже я даю предпочтение теперь NYX. И это первая замена. Дальше что мы делаем? Мы припудриваем лицо. И, конечно же, конечно же, вы, наверное, все знаете, что я обожаю эту пудру от Max Factor. В номере 0,1 она для меня. Это, конечно, другой номер. 0,1 у меня всегда в машине. Это другой номер, когда я более загоревшая, но они... То есть, это пудра для меня супер-пупера. Есть у меня видео о том, как замаскировать недостатки на лице, и эта пудра просто, она чудо-действенная. Она действительно очень плотно ложится, ее можно положить и не плотно, если кисточкой пользоваться, если спонжиком будет плотно. В общем, она супер-классная, и я ее пока что еще лучше ничего не нашла. Max Factor. Дальше, что мы с вами делаем? Мы, естественно, с вами наносим скульптор. Нам нужно выделить наши скулы и так далее, и так далее. Я куплю и отдаю предпочтение. Это Maybelline Master Sculpt. У меня 0... У меня тоже натуральный какой-то здесь. 0,1 Light Medium. Это для блондиночек. То есть, здесь у нас как бы есть и хайлайтер, но он не очень... Не очень такой прям хайлайтер. Он очень-очень легкий. Я им не пользуюсь. Я прям вот так все кисточкой беру, и в основном коричневой пользуюсь. Это я выделяю наши тени. В общем, выделяю скулы, носик и так далее. Здесь что хорошо, что есть зеркальце, и еще есть вот такая вот кисточка. Можно брать ее с собой. То есть, этим я очень довольна. Вот эту я возьму обязательно. Ой, совсем забыла. Корректор. Кстати, у меня до этого был корректор Divash, и тоже он мне... В общем, быстро как-то закончился, неожиданно. И что мне здесь нравится, кстати, я его приобрела. Это Max Factor у нас. Что мне здесь нравится? В принципе, все нравится. Единственное, что... Ну, как бы он так же, как Divash, он, в принципе, хорош. Но единственное, что здесь еще видно, сколько осталось. Помимо того, что Divash у меня закончился очень быстро, да, тут видно, сколько осталось. Если я буду видеть, что уже к финишу подходит, я могу пойти приобрести и не оказаться случайно без консилера. И Max Factor мне очень нравится. В принципе, он нравится мне, как он все закрашивает. Он не очень плотный такой, да, консистенции. И, в общем, я им довольна. Следующее наше приобретение. Дальше, дальше, дальше. Кто уже знает, я не могу обойтись без хайлайтеров. И, наверное, это первое вообще, что я куплю, если будет... Я нашла вот такой классный хайлайтер. Офигенский хайлайтер. И здесь есть выбор. Отличные цвета. Просто вот я как вам покажу. Сейчас три сразу. Отличные, правда, отличные. Один перламутровый такой с розовеньким отливом. Другой вот такой бежевенький. Третий такой темненький для смоглых загорелых. Здесь есть зеркало. Отличный дизайн. Выбор. Все. Я очень довольна. Этот хайлайтер я приобрету себе. Плюс он недорогой. Дальше, дальше, дальше. Я накрашу бровки, естественно, своим любимым карандашом. Vivienne Sabo в номере 002 для блондиночек. Вот сейчас этот цвет на мне. Мне очень нравится. И я им полностью довольна. Vivienne Sabo. Дальше идут у нас тени. Тени. Ну, что я могу сказать про тени? Если прям вот совсем быстро надо что-то заменить, естественно, я бы взяла вот что-то такое маленькое. Мне достаточно два цвета. Темный и нейтральный. То есть уголочки затемнить и подвижная века все закрасит. То есть мне очень нравится цвет вот такой. Eva. Это цвет 02. То есть здесь идет такой коричневый и с розовинкой немного. То есть вообще можно и на вечер сделать, постараться. Да. Можно и день использовать. То есть, ну, такие вот. Они маленькие. Взял Sabo. Очень удобно. Очень классно. Но если бы прям совсем конкретная замена, я взяла бы, конечно, палетку. Но ее нужно заказывать с Америки. Потому что здесь я не видела. Здесь вот все цвета. Прям от и до. И нюдовые есть. И темные есть. Можно прям моих сделать. Ну, короче, вообще, эта палетка, она все время у меня в ходу. И я ее очень люблю. Это фирма Sax Avenue. Я заказывала на американском сайте. Мне ее доставляли в Россию. Следующее у нас приобретение. Это будет тушь. И тушь пока самая лучшая для меня. Это тоже Vivienne Sabo Cabaret. У нее вот такая вот силиконовая кисточка тоненькая. Прокрашивает все. Абсолютно очень удобно подлезть к каждому волоску. И мне она очень нравится. Она так расчесывает. И все. Ну, очень круто. Я люблю ее. И действительно она делает распахнутый взгляд. Очень красивый. Ну, и помада. Помаду я возьму Divash. Потому что мне они очень нравятся. Они увлажняющие. Они вкусно пахнут. И у них очень красивые... И у них очень красивые цвета. У меня вот такая розовая. Есть такой персиковый. Я не знаю, какую бы я из них выбрала. В общем, я сейчас показываю вам розовенькую. Это номер 3605. Она очень такая спокойненькая, нейтральненькая. Сейчас она, конечно, не на мне. Но у меня же не пропала еще вся косметика. Поэтому я могу пользоваться разной. В общем, вот они мои все замены. Также, если вам интересно, какие замены будет покупать Наталья, вы можете пройти по ее ссылочке внизу и посмотреть. Если она вам понравится, обязательно подписывайтесь. Хорошая девочка. А я с вами прощаюсь. Если понравилось мое видео, конечно же, ставьте лайки. Я их люблю. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Много интересного впереди. Правда-правда. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...